Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Закончился бой. Украинский боец, ну наш боец в принципе, какая разница, украинский там, не украинский. Это Сергей Богачук и Брэндон Адамс. Вот не поверите, ребята, как сердце чувствовал. Думаю, ну скажу, наверное, с глазу. Хотел сказать, что бой будет, возможно, бой будет похож на Берчальд Вальдос. Ну промолчал. Ну думаю, ну блин, уже знаете, уже начинаешь и пальчики крестиком держать, лишь бы наших бойцов не били. Всячески уже веришь в какие-то потусторонние силы. Ну и все равно получилось, видите, точно так получилось. Вот что опасался, ребята, то и произошло. Вот смотрите, Берчаль, да, мексиканец, богачук. Ну как я и говорил, вы помните, мексиканская манера ведения боя с отсутствием защиты. И боец с мексиканской манерой ведения, да, интересные они, ребята, да, они воины, но они двигаются до тех пор, пока не попадется, ну, бьющий парень. Что Бальдос, да, с Берчальдом, что Адамс с Богачуком. И картина боя, посмотрите, вот когда подходят они, мексиканцы, ну это украинский мексиканец, наш мексиканец, буду так говорить, подходят к тому порогу, когда попадается бьющий боец, и они заканчиваются. Вот такой же Рамирес, и Карлос Рамирес, и Хусе Рамирес, вот эти мексиканцы. Тоже не очень бьющий, тоже через пропуски навязывают высокий темп, бойцы сдаются, бойцы проигрывают. Но, ребята, но, смотрите, какой момент. Вот давайте возьмем, вспомним просто, Вальдес и Берчальд, да, тоже первые какие-то четыре раунда от Вальдеса работа, от Вальдеса какой-то даже, какая-то даже работа первым номером. Ну, Вальдес тоже, в принципе, мексиканец. Ну, просто мексиканец такой, как бы уже менее функциональный и более бьющий, вот так скажем, да. Первые где-то, уже не помню там по раундам, первые четыре раунда и давление от Вальдеса, и нокдаун от Вальдеса. Затем Берчальд что делает? Берчальд понимает, что уже назад дороги нет, и нужно быть тем, кем ты есть, и начинает прессинговать. И картина боя меняется, Вальдес постоянно уходит, Вальдес не вывозит Берчальда функционально. Берчальд начинает добивать, забивать, начинает уже прессинговать, начинает попадать, Вальдесу некогда деваться, и он что выбирает? Он и видит то, что летит уже по раундам, то, что Берчальд забирает каждый раунд за счет прессинга, за счет работы. И акцент на что делает? Акцент делает на свой удар, понимает, что нужно попасть, понимает, что нужно расслабиться, понимает, что нужно ввести в заблуждение оппонента. И что так же и получается, да. Берчальд, когда видит, что уже Вальдес как бы беспомощный, и начинает уже совсем, если где-то когда-то он поднимает какие-то руки, где-то делает какие-то оттяжки, даже сквозь вот этот слабенький блок, но все равно удары сдерживаются, то затем вот пересмотрите бой, руки уже становятся вот здесь, и процесс подняты головой, идет, и только маленькие оттяжечки, и набрасывает, набрасывает. Вальдес делает вид, вот знаете, как хромая утка, да, уводит от своих детишек, от своих детишек какую-то лису. Вот вроде, да, прихрамывает, вроде уходит, дышит тяжело. Посмотрите, как он дышал, Вальдес, да. Дышит тяжело. Дает понять то, что, ну все, да, ты выиграл, ты меня сейчас добьешь. И после того, как он делает вот эти ложные моменты, да, выстраивает ложную картину боя составляет, он ищет момент, чтобы нанести удар. И когда уже видит то, что оппонент только идет вперед, ни шагу назад, как бы, да, голова открыта, что для этого нужно? Нужно попасть в подбородочек, правильно? И вот он наносит этот удар и заканчивает поединок. Та же самая картина, ребята, с Богачуком. Первые раунды, что мы видим? Первые раунды конкурентный бой. Ну, понятно то, что Адамс летел по раундам, даже там, ну, даже высвечивалось, кто там, независимые эксперты, кто там подсчитывает, да, то, что, ну, в основном раунды были за Богачуком, но это уже не столь важно, ребята. Здесь уже, видите, сыграла хитрость. Вот этот фрик, я еще раз повторюсь, ну, вот все равно предчувствие, ребят, то, что наши бойцы там не нужны, и то, что за счет того, что их чем-то все равно пичкают, ребята. Все равно пичкают, и за счет того, что за счет этого у них голова крепчает, за счет этого они вот такие накачанные и все равно двигаются как-то по рингу, что эти Чарлы, посмотрите, их очень трудно переехать, и чтобы их перебить, я не знаю, что надо для этого. Нужно, чтобы, нужно тоже, чтобы что-то нажраться, чтобы башка так же была, или природная крепкая башка, как у Геннадия, вот, к примеру, Головкина, или как у Альвареса. Ну, Альварес, понятно, там тоже много спорных вопросов по этим допингам. Ну, все равно, вот я лично предупреждал, друзья, вот ролик, посмотрите, кто не видел, то, что Сергею нужно будет встретиться с тем, с реальностью, то, что будет он драться с тем бойцом, которого будут затачивать под победу, ребята, под победу, то есть там что-то сделают, напичкуют, я не знаю, что сделают, и ему с этим нужно совладать, ему нужно драться с фриком будет, ему, которого трудно будет пробить, его даже Чарло не пробил. Ну, там-то ладно, и Чарло, и этот, как бы, в дебри не будем ходить. И что мы видим? Так и получилась вот эта картина боя. Первые, значит, раунды мы видим более-менее конкурентные, конкурентный бой, да, пропускает, вижу, много, да, и после того, как, даже, может, Адамс получше был за счет каких-то ударов, потому что еще был функционально готов, готов к бою, но после первого потрясения, когда потрес Адамс, да, уже как бы у меня затронулась вот эта мысль, то, что, да, он поменял тренера, да, он там в интервью говорил, то, что я поменяюсь, вы увидите нового Богачука. Ничего я нового, ребята, не увидел от Сереги. Вообще. Мне кажется, даже засчитывают, руки еще хуже стали. Ну, видите, здесь сейчас разбираться, у меня, я уже устал разбираться, устал советы давать. Пусть все катится, как катится. Уже вот лично мои советы дельные, да, работа с блоком. Ну, если не нужны они украинским болельщикам, то они мне тоже и нахер не нужны, им ничего советуют. Пусть их бьют нахер, пусть они проигрывают, что этот Ломаченко, бля, премудрый, с его папой, бля, да, сказал же, с блоком надо работать, бля, как работает с блоком, все получается. Как дистанция убегает, все нахер, просрал, бля, так же и, видите, везде. Поэтому украинским бойцам советы вообще не буду давать. Хотят, пусть в ТикТок заходят, там, ищут что-то. А не надо, пусть проигрывают, бля, а что делать? Пусть проигрывают, пусть огорчают, и нас, потому что, ну, мне нравится Богачу, как боец, лично болел от души просто. Так, немножко лирики, да, после нокдауна, что мы видим? Богачук пошел, продолжал навязывать функционалку, и функционалкой задавил Адамса. Ну, раз задавил, в каком плане? Мы уже видим то, что Адамс только отходит. Адамс тоже самое, как и Вальдес, да, тоже самое, не делал, выбрасывает очень мало ударов, акцент делает на то, чтобы расслабить своего оппонента, в данном случае Богачука. Богачук уже руки отпустил, посмотрите, полностью, руки здесь, и вообще уже не защищается, он уже видит, что Адамс ухана, он уже видит, у Адамс такой делает вид, то, что он не делает ничего, делает какие-то выбросы, отходит, пропускает даже. И он до такой степени расслабился, что подошел на среднюю расстояние, на среднюю дистанцию с опущенными руками. И Адамсу, что нужно сделать, попасть в этот подбородок гребаный, что он и сделал, не сказать, чтобы у Богачука там прям голова сверхкрепкая, потому что он и раньше когда-то был, не помню с кем, но ходили разговоры, с кем-то тоже был потрясен. Я же говорил, только работа с блоком средней дистанции. Если ты дерешься на ближней дистанции, да, молодец, не смог тебя Адамс побить на ближней дистанции. Но ты передавил, перефункционалил за счет креп... Ну, как бы не то, что крепости головы, а тоже ног пропускал. За счет того, что еще был свежий, да, и Адамс видит, что он не одолел на ближней дистанции, не осилил. Он ушел на дальнюю и понял, потому что на ближней дистанции, ребята, удар слабше, чем на дальней, чем на средней, дальней дистанции. Именно на средней. Он намного слабше, потому что на ближней дистанции они на коротке, и их можно, в принципе, держать. А функционально, Адамс все равно слабее, если даже он был на формалининой. И видите, то же самое, как и с Берчельтом. Один в один картина, ребят, один в один. Поэтому мексиканская анада хороша, да, мы ее приветствуем, да, мы ее любим, эту манеру, потому что бой-то был все равно интересен. Посмотрите, сколько ударов. Но защита, ребят, близняя дистанция, если вы хотите на ней работать. Вам нужно или допинг нажраться, ближней, средней, чтобы ваша башка держала удар, или природная, если даже может кто скажет, да, допинг не у всех, ну да, не у всех. Ну, значит, природная должна быть башка, настолько сильная. Если уж нет, если средняя держалочка, и вы в профессиональном боксе придется работать на ближней, средней дистанции, посмотрите, Адамс туда сам залазит. Короткий, мощный, посмотрите, какой мощный фрик. На ближней дистанции работает тоже, работает. Хватило его на 5 раундов, Адамса все равно. блок обязательно нужен. Почему все перечутся блоку? Потому что, ну, у нас на постсоветском пространстве с ним никто не умеет работать, его никто не изучает. И вот они все результаты, ребята. Был бы блок, был бы жесткий блок, были бы руки на месте, ну, у Адамса вообще шансов, ребята, не было бы. Ну, и так их не было, как бы, мы же видим. Вот, по ходу бою, по ходу поединка, поединка, Серега наращивал, наращивал, наращивал. Адамс все только убегал, не наносил удара. И в один прекрасный момент, когда видит, что, еще раз повторюсь, в тысячный раз, когда видит, что уже он все на ударной дистанции и полностью открытый, все пропустил. Удивляют недоумки, ребята, школа бокса какая-то Адамса, какая там нахер школа бокса, люди, проснитесь уже, какая школа бокса, никакой школы нахер нету. Схитрил, поймал на удар, Сереге блока нету, жесткого блока. Вот вам результат. Так, ну что, Серегу выбили, я думаю, друзья, Чарло, конечно, он не с такой защитой, ребята. Вот у меня просто, еще раз повторюсь, надежда была, то, что он же там тренера поменял, мне даже писали. Думаю, ну тренера поменял, и тренер как бы, кого он там тренирует? Тренер как бы с пониманием должен быть. Ну посмотрите, вообще ничего не дал. Вообще ничего. Как он раньше работал, так и работает. За счет чего? Что там они меняют? Чем они? Что они учат? Вот что сейчас Сергию надо? Кроме блока ему ничего не надо, ребята. Все у него есть. Если он будет дистанционно работать, он проиграет всем нахер. Если сейчас, просто давайте представим, если сейчас начнет изучать просто дистанционную работу, ну вот такую же, как Чарло, проиграет всем, потому что удара нет нокаутирующего. Правильно? Удар как бы от природы замедленный, может не знаю от чего, но есть люди, у которых быстрее рука вылетает, у которых помедленнее рука вылетает, да? Есть же такие, всякие боксеры есть. И каждые боксеры могут достичь каких-то высот. Но дистанционно он бы даже не достиг того, тех позиций, которые он сейчас занимает. Правильно? За счет функционалки, видите, плюс большой. Он своих бойцов передавливает, и Адамса бы перебил нахер. Что не хватает? Давайте, оттяжка есть, как бы, да? Что не хватает? Не хватает защиты на средней дистанции и на ближней тоже руки опущены. Что надо уметь? Работать с блоком. Научиться работать с блоком и попробовать еще раз. Работать с блоком нужно вот у нас, я еще раз повторяюсь, блин, не хочу даже совета давать еще хохлы эти, блядь, к украинскому народу, они не относятся, как бы. Они рады даже, что их бойцы проигрывают. Это такая вот, знаете, каста определенная, отдельная раса. До того тупая, до того бездарная. Они рады, что кто-то проигрывает. Они рады, что их и бойцы проигрывают. Это вот хохлы. Это не украинцы, ребята. Не путайте ни хера. И просто вот из-за них даже не хочется какие-то советы давать. Ну, захочет сам Серега, найдет там, позволит. Но не захочет, все, закончился, как боец. Без блока ничего ему нахер не светит. Дальше бойцы будут более бьющие, более высокие, метр восемьдесят бьющие. Ну, что он сделает без блока, блядь? Защиты нет, абсолютно, посмотрите, никакой. Все, удачи, друзья. Подписывайтесь на боевую провинцию, не забывайте. Ну, и держите удар. Да, еще такой момент. Не надо, не нужно налетать сейчас на Сергея. Не надо его там как-то чехвостить, потому что вот она, вот эта каста хохлядская, она сейчас его будет чехвостить нахер, она сейчас его будет что-то делать. Беда объединяет народы, беда объединяет людей. Помните, когда фашисты напали? Объединили все народы мы. Россияне, украинцы, белорусы, все вместе были как один кулак. И тогда они побеждали. А когда начался раздор, то же самое сейчас в боксе. Когда люди есть адекватные, они видят, русский человек советует, правильные вещи дает. Взяли, донесли, взяли там что-то сделали. Все вместе, Казахстан, да, посмотрите. Что-то говорю, казахстанский какой-то канал, там еще что-то, без разницы. Взяли у себя что-то, показали, бойцу дали. Смотрите, боец поменялся. Вместе нужно наши, это наши бойцы. И если вот украинских сейчас повыбивают нахер бойцов, да, ну, практически уже всех выбили. Российских повыбивают, ну, российских пока никого там нет, но остались вот эти, как бы, полусредний вес, но уже все равно это бойцы еще со старых времен, и Бетербиев, вот эти, уже маленький срок остался, их там два года, я не знаю. Правильно ведь? Ну, возраста, посмотрите. Ковалев, то это еще, они со старых времен, со старых времен еще как-то идут, у них еще не попадались бойцы такие. Вот сейчас будет, посмотрим, Бивол и этот мексиканец Рамирес. Тоже будет интересный бой, да, вот посмотрим, вот первый боец, давайте будем честны, Биволу попался первый нормальный боксер. А так, ну кто, посмотрите, ну кто там, Челембы, Херембы, Барреры, они даже не мастера спорта по боксу, с деревьев нахер поспускались и что-то машут там руками и трепещутся, что-то держатся, да. Ну, в полусредней там еще нет никого, вот как бы Рамирес один, еще кто там, я не знаю, еще не поднялись, еще их не видно, манеры в принципе подходящие, гвоздик вот это дистанционный, Бивол дистанционный, ну Битербиев отличается, это понятно, мы еще три года назад говорили, Битербиева по с Рамиресом посмотреть, пока Битербиев не старый, человек с ударом, вот с ударом можно выбить мексиканца, ребята, когда удар, а без удара что с ним делать, сыпет и сыпет, сыпет и сыпет, всем всем пока, ребята, не забывайте подписаться, не нападайте на Богачука, еще раз говорю, как на Ломаченко все понападали, поддерживайте, ничего страшного, поднимется, если не дурак, поймет, что ему надо, если не дурак, ну если не хочет дальше двигаться, так и будет проигрывать, Чарльз сейчас нокаутирует его нахер, с одного удара сшибет, без блока будет лезть вперед, любой боец без блока лезет вперед, это нужна бойца Башка Альвареса, ребята, но Альварес и кто блок держит, хотя и пропускает, или Башка Гены Головкина нужна, ну где их наберешься на все, ладно, пока всем, друзья, удачи вам,